Когда-то я уже тестировала Volkswagen Beetle последнего поколения, тогда это был 200 сильный жук в комплектации Sport с кучей фич и наворотов, короче говоря, яркая и запоминающаяся тачка. Теперь же ко мне попала более сдержанная, но не менее интересная версия. Это лимитированный выпуск Volkswagen Beetle, комплектация Summer Life, подготовленная, замечу, специально для нашего рынка. Наверное, вы подумали, что фишка Summer Life вот в таком песчано-золотистом солнечном летнем цвете. Нет, расцветку вы можете выбрать и другую, просто такие бетлы уже второй год подряд завозят к нам именно летом, когда на них наибольший спрос. И суть в том, что здесь, скажем так, к базовой комплектации Beetle Design, а она с бензиновым надувным мотором 1,4 литра, добавили самые популярные среди покупателей опции. Такие, как бесключевой доступ, запуск движка кнопкой Drive & Press, мультифункциональный кожаный руль, мультимедиа-систему Composition Media, биксеноновые фары ближнего и дальнего света со светодиодным дневным светом и светодиодной подсветкой номерного знака, датчики слепых зон, поясничную поддержку передних сидений, зимний пакет, включающий подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателей, автоматический кондиционер, круиз-контроль, электрорегулируемые и складывающиеся наружные зеркала с обогревом и прочие мелочи. И потянул такой набор на 27 тысяч долларов. Кстати, если бы вы заказывали, так сказать, голую версию, которая стоит 21 с половиной тысячи и докупали бы все эти дополнительные опции отдельно, то машина бы потянула примерно на 32 тысячи долларов. Таким образом, версия, или скажем так, пакет Summer Life получился и без лишних наворотов, и здесь все самое необходимое собрали воедино. Битл уже не редкость на наших улицах, но тем не менее, все еще вызывает восторг и интерес у окружающих, тем более в таком цвете. Мои знакомые, например, просили прокатить их на легендарном культовом автомобиле с восторженными возгласами «Сбылась моя мечта прокатиться на жуке», фоткались с ним. И даже меня попросили быть водителем на свадьбе, возила невесту. Лично мне Битл намного больше нравится, чем его конкуренты, Fiat 500 и Mini Cooper. Он в меру сладкий и с агрессивными акцентами. Короче говоря, если жук предыдущего поколения был странноват в плане дизайна, чисто женским, то этот получился внешне идеальным продолжателем своего рода. Жаль только, что он уже не народный. И есть слухи, что к 2018 году жука снимут с производства, потому что модель не особо массовая и вместо него в линейке будет какой-то новый городской кроссовер. Битл имиджевый автомобиль и он вносит позитив повседневность. Но есть некоторые моменты, которые сделаны красиво и эффектно, но в ущерб практичности. Например, вот эти красивенные окна без рам. С ними будет проблематично зимой. По отзывам владельцев, при минусовых температурах дверные стекла не попадают в пазы кузовных резинок. Поэтому обязателен хороший предварительный прогрев салона. Второй нюанс – ремни. Расположены они так, что пристегиваться не особо удобно, особенно если вы любите делать это на ходу. Говоря о непрактичности, можно отметить и ниши для всяких мелочей. Их тут достаточно, но они небольшие. В дверях маленькие карманы с вот такой резинкой. Они разве что для бутылки воды. Есть крохотная ниша в подлокотнике, два бардачка. Один маленький, второй чуть побольше. Небольшая полочка сверху, туда помещаются очки, да и то не все. И ланчбокс для водителя. Есть и два удобных подстаканника, и третий для пассажиров сзади. Еще ушечка нет дворника на заднем стекле, а он бы здесь не помешал. А некоторые жалуются, что маловато зеркала, но лично мне нормально. Тем более, что в них есть система слепых зон blind spot, которая контролирует пространство, находящееся за автомобилем и рядом с ним. Если система обнаруживает, что в слепой зоне находится другое авто, на наружное зеркало заднего вида выводится вот такой сигнал. Попадая в салон, сразу замечаешь, что большинство основных элементов уже знакомы нам по другим моделям Volkswagen, которых мы тестировали немало. Но все равно здесь царит какая-то своя атмосфера, и они смотрятся по-особенному. И плюс к этому все отлично проработано, прослеживается четкая подгонка каждой детали. Ну, просто класс. Добавляет особенности глянцевая панель в тон кузова. Такие же вставки на руле и дополнительные приборы по центру торпеда. Демонстрируют они температуру масла, давление турбины, а посредине расположился секундомер, чтобы делать замер времени круга. Практичной пользы, конечно, в этом мало, но смотрится здорово. А еще черная крыша, как дань спортивности. Мультимедиа-система именуется Composition Media. Экран отзывчивый, плюс есть отдельные удобные кнопки и крутилочки, а также кнопки управления музыкой на руле. Из полезного USB-разъем, AUX, Bluetooth, то есть можно коннектить свой смартфон и слушать музыку с него, а также принимать и осуществлять звонки, не отвлекаясь от дороги, и видеть на дисплее контакты вашей телефонной книги. Также здесь 8 динамиков. Звук прилично качает. Он басовитый, насыщенный и приятный. Слушать музыку в Жуке реальное удовольствие. Сидение удобное. Как я уже и говорила, для передних пассажиров есть поясничная поддержка, плюс подогрев, но регулируется вручную. Руль регулируется по высоте и по вылету. Короче говоря, если все отстроить под себя, уже с первого выезда ты чувствуешь себя комфортно. Сзади предполагается перевозка двух пассажиров. Места здесь немного, над головой хватает пространства, а вот коленки у высоких, скорее всего, будут упираться, поэтому здесь лучше всего перевозить детей. Тем более для кресел здесь есть крепление. Попасть на второй ряд не составит труда, если у вас небольшой рост. Делается это вот так. Ну и посмотрим на багажник. Он небольшой, 310 литров, но этого хватит как для города, так и для семейных путешествий. Есть докатка, а если разложить сидение, объем увеличится до 905 литров. Для меня Жук это автомобиль, который ты чувствуешь уже с первой поездки. Садишься и получаешь удовольствие, потому что чувствуешь его сразу по всем параметрам. Единственная обзорность над головой ограничена, поэтому на светофорах приходится выглядывать. У этого Жука турбомотор на 1,4 литра и 160 лошадиных сил. Он работает в паре с семиступенчатой DSG с двумя сцеплениями. Как по мне, отличное сочетание. Жук едет не хуже большинства двухлитровых атмосферников, но при этом у него гораздо приятнее расход. Но все-таки он великоват. Если ездить экономично, у меня выходило 6,5-7 литров на сотню, а если ехать в кайф, то примерно 9 литров. Динамика Volkswagen Beetle обусловлена весьма некислым наддувом, вплоть до 2,25 бара. И шустрой коробкой, которая не позволяет мотору вывалиться из оптимального коридора оборотов. В результате получаем 8,3 секунды до сотни и безотказную готовность рвануть по первому требованию. Максимальная скорость Жука 207 км в час. В режиме Drive машина лишена издерганности, а в режиме S все обостряется. Жук становится злее, соответствуя вашим желаниям. Несмотря на общие тенденции рынка, Жук получил правильные колеса и правильную подвеску. Все дело в том, что сейчас большинство современных автомобилей в хороших комплектациях по умолчанию получают 17 или 18 колеса с низким профилем. И если в странах Европы это приемлемо, то в наших реалиях это откровенный минус. Жука более практически в идеальные 215 колеса с 60 профилем на 16 дисках. Они в меру валкие и вероятность пробить резину до диска крайне мала. Но основной их плюс, конечно же, в комфорте на средних по паршивости дорогах. Подвеска. Спереди MacPherson, сзади многорычажка. Она сбитая, средняя по энергоемкости и компенсирует достаточно высокий профиль шип. Раскачки и крены минимальны. Поэтому благодаря отлично отстроенному рулевому и собранной подвеске потребность подруливания даже на высоких скоростях отсутствует. И еще за счет грамотной настройки коробки и мотора турбоямы практически нет. Шумоизоляция на достойном уровне и можно вполне комфортно общаться даже при 130 км. Ее нельзя, конечно, назвать безупречной, но все-таки она достаточная. А вот клавишу запуска двигателя нужно держать и самому оценивать продолжительность работы стартера. Во многих машинах она автоматическая. На нее один раз нажал и она сама все делает, производя запуск мотора. Нельзя сказать, что это минус, но к этому нужно привыкать. Если жучок поднял вам настроение так же, как и мне, ставьте свои лайки, а также пишите в комментариях свои вопросы и пожелания, что бы вы еще хотели увидеть или узнать о Volkswagen Beetle. И я для вас подготовлю еще одно видео с ответами на вопросы. С вами была Наташа, ведро.ком. Обязательно подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы. Я очень люблю на них отвечать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок